Христос родился, славим Его. Слова рождественского приветствия впервые звучат под сводами главной православной церкви Заречного, храма преподобного Серафима Саровского. Масштабное строительство, длившееся 13 лет, завершилось в сентябре 2023, и Рождество Христово стало первым великим праздником, отмечавшимся в стенах нового храма. В иерархии Русской Православной Церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения воплоти Иисуса Христа от Девы Марии. Из евангельской истории известно, что Богородица накануне рождения сына пришла в Вифлеем. Вместе с обручником своим Иосифом она участвовала в переписи граждан. Все гостиницы и дома в Вифлееме были переполнены. Иосиф обручник и Пресвятая Богородица, ожидавшие скорого рождения ребенка, были вынуждены остановиться на ночлег за городом в пещере, в вертепе, куда ненастную погоду пастухи загоняли скот. Символический вертеп, украшенные ели, праздничное облачение священнослужителей, особое богослужение и радостное настроение прихожан – все это создавало неповторимую атмосферу в храме Серафима Саровского. В своем обращении к пастве настоятель зачитал рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возлюбленные Господи, Архипастры, Всечестные Пресвитеры и Диаконы, Боголюбивые Иноки и Инокини, дорогие братья и сестры, неизлеченная любовь Божия собрала нас ныне, чтобы в единстве Духа и союзе мира встретить один из наиболее торжественных и вместе с тем таинственных праздников Церкви – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Прославляя пришествие в мир Спасителя, сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим радостным событием, открывшим новую Богу в отношениях между Богом и людьми. В эту праздничную ночь все в новом храме было впервые – и рождественские богослужения, и столь большое множество прихожан, совершивших исповедь и великое таинство причастия. Рождественские богослужения в храме проводились и ранее, в холодном цокольном этаже, но вот так, в просторном зале, с новым алтарем и многочисленными иконами, под золотоглавыми сводами – впервые. Самая главная благодарность сегодня от наших зареченцев – это прежде всего благодарность Богу за этот храм. То, что сегодня мы имеем возможность собираться в большом просторном храме и молиться, не толкаясь и не мерзнуть на улице, а действительно спокойно, в домашней обстановке, в жутной обстановке, в молительной обстановке, надеюсь. Господь нам дал возможность в этом году здесь отпраздновать праздник Рождества Христова. Первую рождественскую службу в новой церкви посетили не только зареченские прихожане, но и гости города, благодаря которым в короткий срок вознес в небо свои золотые купола главный зареченский храм. Сегодня очень отрадно, что вместе с нами молились наши меценаты, люди, благодаря которым действительно вот это строительство сдвинулось с места. Это те люди, которые проделали большой путь сегодня из Калининграда, при Баспенке. Это такое большое паломничество, и особенно, когда не одни, а с большой делегацией. Поэтому, Александр Георгиевич, Ольга Александровна, сопутники ваши, я благодарю за возможность сегодня молиться вместе с вами. Благодарю за то, что вы помогаете, помогали и помогаете сегодня дальше созидать эту церковь, этот храм, созидать жизнь православную зареченную. Я очень рад, что очень много людей, детей, что этот храм наполнен, самое главное, прихожанами. Это очень важно. Я был до конца не уверен, что этот храм наполнится, потому что все-таки заречен не такой большой город, и этот храм, вообще это, конечно, Господь уподобил иметь такой красоты. И самое главное, сейчас у меня душа спокойна, что не зря все это делалось. И это только начало, это уже важно. Первое Рождество, и столько людей, я очень доволен, а самое главное, причастников посмотреть. Моя душа наполнена радостью, причем вот настолько, что вот эта любовь, какая-то любовь и радость душевная. И вот душа, она прям разворачивается. Я стояла на службе и оглядывалась то и дело на людей, смотрела и так радостно видеть. И уже знакомые лица, и новые лица, которые здесь появляются. Вот, поэтому это, я не знаю, это прям чувство непередаваемое. Ты стоишь с улыбкой на лице, блаженствуешь, благодаришь Бога, и вот эта любовь, она прям распространяется на всех. Чувство любви, радости и благодарности Богу за все происходящее здесь у нас, в нашем храме. Рождество Христово – великий праздник, торжественный день для всех христиан. В этот день в человека воплотился сам Бог, Спаситель мира. Дорогие жители и гости города Заречной Сердечно всех поздравляю с праздником Светлого Рождества Христова. Желаю всем вам, от родившегося Бога-младенца, крепости сил, здоровья, духовной радости. А самое главное, того, ради чего он пришел в этот мир спасения. С праздником, с Рождеством Христовым! Субтитры создавал DimaTorzok